В 2009 году в Институте археологии имени Акишева были произведены археологические раскопки возле поселения Кургалжно. Там были исследованы мавзолеи, которые стоят на вершине и на берегу озера Жанебек-Шалхар. В первую очередь, когда мы исследовали этот мавзолей, мы раскрыли все эти площадь, и площадь мавзолея составляет размером 9 на 7. Это мавзолей портально купленный, это доказывается тем, что ширина стен была около метра. Это метр ширина говорит о том, что эта стена мог подержать вот этот большой купол. И для этого мы, благодаря этой стене, мы говорим, что это портально купленное сооружение было, мавзолей было. Были найдены 15 типов кирпичей. Некоторые кирпичи были покрыты знаменитой темилитской глазурью, бирюзовой глазурью. Темилитский стиль, вот этот, в археологии, в науке, в строительном деле, это так и называется, знаменитый бирюзовый темилитский стиль. Она возникла в 12 веке, и именно благодаря такими глазурьевыми кирпичами были построены Хива, Бухара, Туркестан был построен. И распространением этого стиля, самой северной границы оказался здесь, окрасленности Астаны, окрасленности Курова Жена. То есть этими кирпичами были возведены вот этот мавзолей. По нашим археологическим расчетам, для возведения этого мавзолея ушло около 10 тысяч кирпичей. И, конечно же, возникает вопрос, кому мог принадлежать и в честь кого мог построен этот мавзолей? Естественно, простой народ не может себе позволить. Естественно, что этот мавзолей был построен для чингизидов, Турек. И мы, в первую очередь, конечно, начали исследовать окрестности. Мы обратили внимание на гидронимы и топонимы, название рек, название земли. И так как этот мавзолей стоит возле Жанебек-Кирей, Жанебек, озеро Жанебешалкар, а напротив еще в этой системе, Курвазинской озерной системе, еще есть озеро Кирей и речка есть Кирей, мы так предположили, что этот мавзолей, скорее всего, был предназначен одному из первых султанов казахского ханста Жанебеку. Мы приводим ряд косвенных доказательств. Первый – это размеры мавзолей, 9х7, портально-купольный мавзолей был. Такие размеры же были у Жоша Хана, который стоит в мавзолею, у Ултавы, Алаша Хан мавзолей, Есим Хана, 8х8, 9х7 Жанебешалка. И вот эти кирпичи. Кирпичи были сделаны хорошего обжига, стандарта, государственный стандарт на того времени, 14-15 века. А тогда был стандарт 25-25 толщина кирпичей. Вот из таких кирпичей было посоено вот этот мавзолей. Это первый огонь, гудроними и топоними, название речки, название земли. Второе – это политические события того времени. В историографии Казахстана понимают, что все казахские султаны были погребены возле Туркестана. Но обратите внимание, политические ситуации того времени, начиная с 14-13-14 века, вплоть до 15-го века, были борьбы потомков чрезидов. Это потомки Ода и Жена, а потомка Ода и Жена – все казахские хамиды, и потомки Шибана, Шимонидов. То есть они боролись на этих территориях, на южных территориях, послания. Только стабилизация этих территорий, что они принадлежат Казахстану, произошла только во время Касахана. До этого они, тут, потомки Шибана, они всегда стремились уничтожить потомков Ода и Жена. И мы сомневаемся, что потомков Ода и Жена, Кирея и Жаневека, могли похоронить там. Потому что эта территория была еще оспариванной, то есть там борьба шла. И мы предполагаем, и наша одна из гипотез, что именно казахские степи, именно вот эти регионы оказались центром событий таких образований. Вот тогда началось уже наше образование казахского степи, именно центром. И мы можем предположить, что эти были летние ставки. То есть тут могли решаться какие-то государственные проблемы. И естественно, мы думаем, что вот в этом азаре был построен честь одному из первых казахских сутанов в Женевеку. Это по политическим событиям. Второе, письменные источники. По письменным источникам в 14 веке персидский ученый Жужани пишет, что когда в степи, где Кипчак пришел в Жоржа Хан, он так и сказал. Нету слаще воды, нету слаще чистого воздуха и такого пространства для праздничной воды, как земля кипчакская. Понимаете? То есть после потомки Жоржа создали государство, Золотая Орда. Создали и после Золотой Орды создали казахское хамство. Потомки наши Киреи и Жаневек, они являются первыми потомками Жоржа. То есть они сыновья Ода и Жена. Ода и Жена сын Жоша Хана. То есть вот такой династийный продолжающий эры. То есть они несколько государств образовали. То есть Алтморда, Золотая Ода и казахское хамство. И естественно, вот этот регион, скорее всего, был тоже политическим центром. И третий аргумент, это естественно, конечно же, по... А также письменным источникам. Вот в китайских, из наших источников, китайский посоль пишет там, что он ждет казахского султана в Кургалжинских озерах, возле Кургалжинских озерах. Две недели ждет, а казахский султан откочевал на север. То есть это тоже говорит о том, что здесь был какой-то политический центр. И мы точно уверены, что здесь, скорее всего, была летняя ставка казахских сутанов. И, естественно, могли похоронить здесь первого казахского султана. Мы говорим о Женевете. Вот такие из них. Но требуется дальнейшее исследование. Чтобы этот депутат подтвердился научно-естественными анализами, необходимо следующее мероприятие. Надо продолжить исследование этого мазолея. Мы не трогали этот пол мазолея. С новейшими оборудованием необходимо электромагнитное сканирование. Необходимо обнаружить в центральной части погребения, а там несколько погребений мы фиксируем. Оттуда взять антропологический материал. То есть это необходимо в данном случае для проведения анализа ДНК. Необходимы зубы. Если эти зубы, проведенные ДНК, будут соответствовать чингизитам, то есть база чингизитов очень хранится там в Санкт-Петербурге, ДНК чингизитов хранится в американских научных студиях хранится. Если с этими ДНК совпадет, то мы можем полностью уверенностью сказать, что это пантеон чингизит, то есть пантеон торе, который возглавляли и сделали, как стояли в истоках казахских государствах. Это будет очень доказательным. И второе, это необходимо найти в архивах старые карты 16-17 века. Если в этих географических картах эти названия сохранятся, то мы можем в полную уверенностью сказать, что именно вот эти гидронные названия реп соответствуют кочеванию. Это и есть традиция казахского народа. То есть репко-корхан кочует, и этот местность как и называется? Шинга-Стау, допустим, в Восточном Казахстане. Здесь озеро Жаневек, здесь озеро Кирей. То есть это еще наши гипотезы, еще укрепить. И в конечном итоге сейчас празднование 550-летия мы начинаем с Южного Казахстана. Река Талас, Чун, Атуна. И логично было бы завершить большое вот это наше мероприятие 550-летие в окрестностях Астаны. Каким образом? По археологическим чертежам восстановить Мавзолей. По нашим предположениям около 10 тысяч кирпичей ушло. Восстановить Мавзолей на том же месте. Этот Мавзолей как памятник, первому, одному из первому казахскому султану Жаневеку поставить. И как раз она очень хорошо войдет в развивающийся экотуризм в Кургалжину. И не случайно. Вот этот Мавзолей стоит возле озера Березы. Там очень красивые места. Там фламинги, лебеди, белые лебеди, пеликаны. Очень живописные места. И казахский хан выбирали именно такие места. И как раз она войдет в экотуризм, который развивается в Кургалжину. И второе, вообще важно, что этот памятник станет как бы утяжелить историю основного этого региона. И третье, естественно, это станет, этот памятник, реконструированный памятник, станет символом, символом, новым памятником государственности казахов. И это очень важно. И я думаю, что логично будем эти мероприятия провести здесь и таким образом завершить наше празднование 550 лет. И в дальнейшем будем в окрестностях исследовать, дальнейшие исследования проводить, потому что этот регион малоизучен. И я думаю, что Кургалжинские степи еще откроют нам много тайн. Кургалжинские степи Кургалжинские степи Кургалжинские степи